Девушки отдыхают 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 хотите услышать один трек который может выйдет потому что не выйдет я хозяйка ну короче прям демка демка она сырая не сведенная ну блядь я вам только начало покажу ты заботливая сука но сегодня не с тобой я я не с тобой я сегодня слышь дуга я вообще блядь не с тобой я не матч и я простой ты заботливая сука я хочу побыть другой ты заботливая сука не все хватит это был сниппет достаточно бля я хуй знает когда это все выйдет когда туда выйдет может он выйдет а может и нет а может и да биты мы с пацанами сами делаем на студии работаем 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 так что же еще все больше ничего не не есть но потом все это киеве наверно будет концерт когда-нибудь да но это зависит от меня видите зависит от моего альбома как он разойдется когда пиццы тела не не знаю как не знаю может быть когда я вырасту музыка ну я стараюсь растебить я уже школьное перестал делать это уже что-то значит релиз аж сказал весной только вы сейчас можете ничего не не ждать когда пиццу тела я не знаю когда может когда-нибудь тоже будет я хозяй вообще ну типа мне нравится на самом деле делают чуваки вообще что происходит вообще в индустрии я прослушаю слушай такой пуля как же охуенно потом понимая то что я хочу типа сделать лучше намного лучше когда трек на который сниппет вон затем нас же не знаю весной наверно только не хз когда сколько человек сейчас 160 человек есть нравится фла заебись делает зачем бокс если есть ствол ну знаешь причем тут это вообще не знаю но я боксом занимаюсь потому что мне он приносит кайф у меня он просто приносит кайф не для того чтобы на улице то там драться или что-то такое только ради кайфа но ствол мне не знаю может тоже приносит кайф когда стреляю в тире ну нет не слежу за фан-группами своими пока если честно да пиздить людей это классно на самом деле да пиздить людей это классно но так чтобы они не считали себя зверем или убийцей каким-то то приходится это в зале боксом в ринге бить людей я не знаю почему в уфу не приехал это не от меня зависело если честно ну организаторов видимо не было в уфе на самом деле с наркотиками я пиздец как не на ну плохо к ним отношусь но у меня типа ну короче не буду ничего рассказывать но я плохо к ним отношусь и сам если вы хотите узнать я там пробовал кислоту или нет то нет я просто сам такой кислотный по себе ребенок индика и без этого все понимаю короче что да как да нет это вам спасибо вообще за то что вы поддерживаете меня слушаете я я на самом деле реально типа приеду надеюсь и в астрахани и там севастополь так что просто ждите и бессе я просто сам хочу на самом деле побывать и в астрахани и севастополь и блять и в киеве бля я хочу увидеть короче этот мир полностью из-за этого я буду делать мы зло чтобы потом будущем меня в европе услышали вот все чисто выставлено приехал выступить там ну нет не на пирогово живу братск я слышал про братск мне много рассказывали про этот город мне интересно было бы туда съездить ничего рассказывайте как у заразы там концерт прошел москве кто был ну там не концерта выступление его да там были пишут да с я в ссср бля я на самом деле хочу сделать музло на английском только мне бы его сначала выучить и все да вся чуваша в европе звучит совсем скоро это будет это произойдет особенно карму кому шоу кейс чуваки с этой тусовки просто выстрелят в следующем году вот они собирают карму кому шоу кейс в школе короче я учился ну так хуява хуява ну потому что я говорю тогда я занимался боксом уделял время тренировкам сборам мне типа было поебать вообще на учебу мэйвэй заебись вообще охуенно поет чувак да да там стасян сидит по всех охуенно это говорит нереально многие нравятся типа да проходил на учебоксарске в спорткомплексе верно твое мнение по поводу этого ничего не буду говорить можно по всем короче им прилипать спад наверное даёте все спрашивают об этом покажи костяшки вам интересно увидеть мои костяшки ну знаете смотрите мои костяшки я не знаю разводить мою жопу блин вы вообще уже чушь пацаны несёте там ну ладно вам заебись там наверно походу там 18 плюс ой точнее наоборот 12 плюс почти им охуенно просто пацаны вообще не охуенно вообще не охуенно вообще не охуенно ладно сохрани эфир ради вас короче как у нас холодно как нам грустно блять на самом деле нам же тепло сейчас покажи как у нас выглядит не это не буду показывать кем ты хотел стать в детстве в детстве если честно типа в годика три так ну в четыре да я смотрел пау рейнджеры типа думал бля надо стать пау рейнджером мне родители говорили то что у нас типа в россии нет пау рейнджеров но есть спецназ типа все все дела и я думал блин типа спецназовцы это русские пау рейнджеры и я хотел стать спецназовцем как то так в ульяновске кстати я был много раз ну в четыре будет обязательно он будет сейчас скажу когда даже в следующем году у меня же каждый год по одному лубу типа пацаны и девчонки трек мы с тобой как дети он будет весной весной я уже рассказывал ну блин ну ждите я типа сказал ждите вот ждите какая разница когда он выйдет главное же ждать блин я пытаюсь короче сделать все круто чтобы вам понравилось чтобы вы потом я выпустил и вы опять будете ждать ждать когда что-то выйдет а я лучше сейчас выпущу какой-нибудь огромнейший альбомчик если получится если не получится они огромнейший вот и вы будете наслаждаться треками надеюсь то что будете наслаждаться я постараюсь это сделать да я рисунки которые мне вы подарили типа в сбб а также в москве вообще спасибо огромное на трек хуба-буба мне начали кидать типа жвачку и но жвачка не хуба-буба баблгам нет к ну ладно это тоже заебись все равно слышал гайли юли трек нет не слышал бля гарсия райан гарсия бля это охуевший боксер просто ему реально 19 лет я за ним давно слежу бля он просто пиздатый есть конечно же вон то дэвис но ему лет сколько не знаю но он старше на года четыре вот пять тоже талантливый боксер я жду когда у них будет бой когда уже не фана будут новые подгоны уже не фана они будут скоро у него но у него видите опять не сольный альбом будет совместный а да он уже не фан будет а бэдибэггер вот так татуировки возможно но мне пока и достаточно на руке а боксом занимаюсь лет так с десяти наверно где-то примерно с кем избил чувашек решишь со всеми глупый вопрос если честно немного но заебись что задаешь все равно заебись к фейсу отношусь ну бля я вообще типа к чувакам которые делают рэп к молодым типа ко всем заебись отношусь каждый делает именно свой звук не похожий на других именно кто сейчас на плаву так что мне нравится воронеж конечно приеду после школы я учился на журпаке и бля это был пиздец у нас в чепоксарах просто не идите блять на журфак потому что сейчас вся журналистика она же в интернете блять а там до сих пор учат по газетам я такой смотрю эти ебающие газеты и понимаю нахуй я здесь короче нахожусь у боксов что там что там андрей благодаря тебе и твоим песням не за что я благодарен то что помогаю своими песнями людям потому что потому что на самом деле это и дает стимул делать и продолжать заниматься музыкой ну что там нужно даже хорошо на чувашском что-нибудь збаться перы и кивище твата заебатые ребята ну ладно чувашский русский смеси тоже заебись так концерты были очень классные спасибо музыка вообще короче я в детстве типа мне было помнили годика три я с 4-5 ну короче я садика возвращался с мамой я помню я такой хожу домой и по дороге сочинял какую-то хуйню типа и типа мне мама до сих пор это напоминает я помню что так делаю я говорю да да помню короче я в детстве любил этот в караоке петь я даже помню какой трек расскажи снегурочка где я была вот такую хуйню у меня даже видео есть где пиздюк спорт мне помогает в музыке да прям жестко как помогает он допустим что если что-то не получается я все равно иду до конца и это мне конечно помог во всем спорту он меня научил этому братья сестры братья есть у меня все братья блять и чувашкин татарский да кстати похоже тоже заметил алтын есть алтын это же тоже вроде да по-чувашки золото одинаково типа бро помнишь чебы чё-то бля как же я чебы не помню то я слышу чебоксар бля 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 делаешь два года три года три года четыре года блять все равно что-то у тебя получится потому что ты с каждым годом набираешься большого опыта набираешь точнее большого много опыта блять набираешься короче вы меня поняли и потом что-то да получится давай фит с владой ну может когда-нибудь ну было бы круто короче я пиздец был бы как только за потому что можно сделать крутое дерьмо как мама твоей музыке относится да нормально она относится только давай поменьше мата и без всяких без наркотиков не надо это говорить нет писать об этом я говорю да ладно это же музыка пум-пум-пум-пум все отдыхают все отдыхают все отдыхают музыки да для меня важнее а вообще самое интересное это когда ты даешь свою энергию и получаешь замену ее обратно иногда бывает типа мало очень народу на концерте да в каком-нибудь городке и ты отдаешь себя эти люди да допустим человек пусть будет человек 50 да они могут так типа вести себя на концерте грубо говоря слэмиться да там орать как ненормальный и они мне могут отдать намного больше энергии чем в каком-нибудь другом городе где будет человек 300 400 или солдат где-нибудь вот куда пойдем а вы куда собирать ну да можно сходить куда-нибудь так залетаем на гидру кто твой любимый рэпер новой школы мой любимый рэпер новой школы это так пусть будет ну сейчас на самом деле у меня есть два чувака кто мне нравится именно из молодых прям очень это лизер и зараза лизер и зараза это я считаю два самых таких мощных рэперов так что лизер вы все знаете а зараза наверное нет так что ну может знаете потому что все таки вы следите за мной так что зараза уже выстреливает и очень даже хорошо если честно типа это я могу так сказать наверное это сейчас как сказать правильно не новый а бля я даже не знаю короче зараза очень пиздато делает вот так что давайте оценивайте слушайте его а еще кстати вообще у меня рэп музыка да вот это все из-за чего меня заметили из заметили за трека красота ее колен да и за love 2 но благодаря именно заразе этот трек приобрел свою форму грубо говоря потому что когда я саньку говорил типа санек давай я у тебя запишу трек типа потому что он делает биты санек и сводит я говорю давай я у тебя попробую записаться он говорит давай давай типа я и так говорит хотел с тобой поработать ну вот мы пришли на студию я взял какой-то в интернете бит трэп бит именно трэп бит и я под него записал красота ее колен он мне говорит блять этот бит нахуй убираем типа и взял начал сам делать бит тук 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 типа поставил бочку я такой ебать думаю заебись и потом просто он ебанул свой бит свел этот трек и вот красота ее колен просто там выстрелила он мне еще сказал это будет хит я ему такой говорю не это блять красота ее колен ебать о чем блять трек типа послушайте припев он мне говорит да не будет хит я такой ну проверим и вот на самом деле типа благодаря этому этому треку я и выстрелил так что это все благодаря заразе тык давай половинку сердечки пиздец живая копия бля заебись кстати надо одеться, да нормально, френдзон нормально, нормально в Бальву поедешь? в Бальву поедешь? Даня нож и зараза они все вместе так что все охуенно будет у ножа кстати скоро тоже релиз выйдет надеюсь я это не зря говорю с Айратом кстати выйдет релиз там охуенно все будет и у фана будет тоже скоро релиз с каким-то ноунеймом бля я надеюсь я приеду и в казахстан и вон бля я надеюсь я приеду просто верьте это не от меня зависит ну метка на самом деле она еще живет она осталась где? в сердце little big вообще заебись хочешь чтобы они тебе клип сняли? как тебе завтра брошу нет знаете может это и заебись то что у пошлой молли так много типа копий на самом то деле я что то ну пошла молли заебись на самом деле когда слушал я такой послушал такой начал слушать. потом начал сделать трек какой то и заметил типа я как то случайно сделал так что у меня похоже на пошлом молли это было в треке наверное нас не догонят И я такой блин все Y я такой понял то что не 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 gunать больше слушать типа пожсльно молли хватит типа иначе будет пиздец ну бля пошла молли заебись тоже делает мне нравится тфс тфс тоже заебись почему у тебя стиль именно 90 короче когда я красота и колен выпустил все начали писать типа руки вверх руки вверх и открытую чего блять и потом подумал оу это же может быть новый стиль какой-нибудь ну забытый я начал делать делал дел и сейчас смотрю вот то что блять многие начали пить блять руки вверх все нет к этому ну заебись то же самое тима белорусских блять незабудка и я тоже блять руки вверх я такой ну пиздец окей меня бесит певцы и рэперы которым пишет текста вот и все если кому-то пишет текста то блять это полная хуета а так мне все рэперы вроде нравится бля фараон он себя зарекомендовал наверно показал народу как легенда наверно вот так вот и он это на самом деле я не знаю как он это сделал просто не знаю его реально же многие типа считают бля да он как легенда вообще уж на самом деле я тоже дуфит с руки вверх наверно был бы охуенно будет ли метка в чебоксарах не мы сами с чебоксара им на тусовка но мы будем выступать на корму кому шоу кейс но я может не буду потому что у меня могут быть соревнования и корму кому шоу кейс может будет именно феврале до возможным в этом день может я неделю еду в это время будет типа корму кому короче как тебе как мне тима белорусских не треки они хитовые они заебись они слушабельные но я надеюсь то что ему не пишут текста если ему пишут текста то хуй то но я ничего не знаю ничего не все с кем бы я сам меску сделал наверно вот наверно бы с лизером и заразой белый камень 2019 году может быть чисто ради ностальгии съезжу туда как-нибудь боксером чисто я да я я планирую типа мастера выполнить все-таки потому что все-таки не зря мне кажется занимаюсь боксом для 10 лет вот так вот что пробив смита и сеги думаешь да я ничего не думаю типа и вам советую ничего не думать люди взрослые сами разберутся типа я ничего не буду говорить и лезть туда даже у фана треки выйдут но он уже будет не фан а бодибейгер и выйдет у него именно альбомчик айрат пришел айрат скажи привет заебись ну да здесь те лет занимаюсь и кстати меня вот сейчас я скажу кое-что хватит мне писать чтобы я поднял руки с десяти лет а занимаюсь боксом раз меня у тренер учил типа держи руки держи руки но нет у меня не просто не поднимались нахуй я типа нахуй это нужно потом 16 лет я просто выиграл при волжке федеральный округ выиграл другие всякие всероссийские соревнования получил кандидата типа тогда это было заебись для пятнадцати лет 16 и я понял то что руки держать это не важно важно типа блять чувствовать дистанцию соперников но если ты блять пропустишь удар то ты пропустишь блять я десять лет занимаюсь все и мне не главное не пишите блять подними руки мне там пиздец как не нравится все трансляции пока давай счастливо ну не нахуй я посижу пацаны отдохнул что для меня важнее бокс или музыка музыка на самом деле сейчас важнее немного но все равно бокс тоже никуда не уходит из моей жизни я все равно стану мастером ты знаешь джизуса джизус бля хз джизус чё-то знакомое к секундом я заебись отношусь до клаукома кстати я слышал немного вроде охуена в этом году вряд ли будут треки все-таки осталось сколько дней уже до окончания все в следующем году девушки у меня нет я свободный парнишка да не на самом деле типа блять пока я одному пиздата вот так вот по 2 3 не делаешь день не они не тренирует два раза в день ссоре биг бэй битэй заебись у меня короче братишка есть ему три годика что-то я включил пару раз так его и два раза я сам типа дома когда Ну, блядь, просто сказал, типа, пум-пум, ту-ту-ту, грра И у меня братишка маленький запомнил И теперь ходит такой по дому И такой, пум-пум, ту-ту-ту, грра Как-то так, ну, вот В газировку не хожу Моя цель в жизни, наверное, это Я не знаю, почему я с детства хочу как-то помочь людям Именно помочь С чем? Наверное, сейчас это у меня получается помогать людям своей музыкой К флэшу нормально отношусь Да я же говорю, типа, я заебись отношусь, типа, к русским рэперам Которые особенно сами пишут текста Сами занимаются своей музыкой В школу я закончил троечников Да, я троечник Чебах меня можно встретить, наверное, сейчас скажу Так, сейчас покажу даже где Вон там на остановке, видите? Центр оперы балета Я там хожу все время И по мосту Но сейчас я больше стал кататься на машине, типа, вот и все Вот сердечко, это вам Половина, но все равно что-то значит Просто я в телефонах руках держу А другая половина, она воображаемая Как ты знаешь, потому что тебя называют Да, на самом деле, как я отношусь к тому, что меня называют колд клаудом? Да не знаю, обычно Я же сам себя так назвал, это мой все-таки псевдоним Жизнь, я Андрей Для кого-то я колд клауд Увы Так и есть Смысл клипа Love 3 я не буду вам говорить Вы должны сами понять Кто как поймет Вот, дело в этом Потому что смысл объясняет что-то Мне кажется, интересно Мне выслушать, типа Кто как понял, короче, смысл Какая твоя любимая песня Моя любимая песня, это Сейчас помню Now you're gone Ну, вы поняли, короче, как-то такая Я уже говорил, как трек у лидера кораблей Он просто охуенный Это круто, когда Блядь, просто охуенный Я, короче, завидую Да, я в Динамо тренируюсь Любимая компьютерная игра Не знаю, я в детстве, короче, играл в CS 1.6 И все время Ну, помню, я был лет 12-13 И мы все время ходили на всякие соревнования По CS 1.6 Там, компьютерные салоны Там, бывало, в другой город выезжали У нас, типа, была команда Вот так вот CS 1.6 в Unlove У меня свободного времени На самом деле достаточно И в последнее время я что-то не... Ну, так Сложно распределиться им Я просто гоняю, короче, на тачке Но у меня нет прав И я такой Думаю, пиздец, надо права получить Я вот сейчас учу Ну, так я, типа, закончил эту школу Просто надо сдать экзамены Просто так, блядь, меня завалили За то, что Была отметка 40 километров в час ехать А я 43 ехал И я такой Чё, блядь? Из-за такой хуйни, типа Я такой Ну, ладно По поводу, если сфоткаться Бля, я со всеми фоткаюсь Я хочу, чтобы, типа Если что, у людей осталось И я где-нибудь в памяти, там На фотографиях Где-нибудь, что-нибудь Было у людей про меня Всем привет Хорошо, буду больше запускать Да, мне очень захотелось пообщаться с вами Ну, у меня, короче, сразу говорю Скоро сядет зарядка И Зависнет трансляция Так что, сори Хорошо, хорошо Обязательно Все возможно Все возможно Все возможно Почему на концерте в Москве Такая странная система фотографирования Ну, наверное, потому что Типа, надо было быстрее Сфоткаться Всем Потому что клуб, видимо Закрывался На какую-то хуйню там Типа, чтобы быстрее Все прошло Сделали такую ебаную систему Сделали такую ебаную систему